здравствуйте друзья вот сейчас я саду маточный сад уже питомник закачующий питомник вот этот участок полностью хозяйничает железо сергей вот я только бывает прихожу и срезаю черенки на прививку том числе на продажу видите какие у нас прекрасно эти черенки да вот это кстати опор крово-красный ну так слово поговорим про яблони дело в том что мне все время я не бессистемный человек я умудрился на свою жизнь ни разу не написать вы поверите ни одной строчки нет никаких этих самых скорописи нет никаких у меня конспектов записи ничего голове остаются отрывки но отрывки особая то что я помню это важнейшие моменты в северном российском да и не только в северном садоводстве вот и тогда меня продолжают тысячи фильмов все увидеть не могут не зная о том что все давно сказано сегодня снова требует информацию но уже сжатую с этой стороны и достаточно объемную исчерпывающую я бы мог сделать черновик сделать конспект и начинать вот яблони первые появились там райском саду я не шучу мы на земле не родились у нас на земле предков нет просто сотни лет власти атеисты атеизм это не наука это просто подлый набор штампов вот и больше ничего и вот когда мы когда наши дамы женщины даем клочок земли значит они делают они украшать начинают цветами я всегда поражался сколько труда в эти цветы вложены зачем на рыдах не несет осенью они все завянут ну максимум букет принести домой что же это творится такое откуда у них это от обезьяны не было в женщин предков обезьян не было в райском саду когда-то жили потом попали вот на эту планету или это же планета но резко изменился климатом когда цивилизация погибла и все началось опять с каменных топоров это уже был второй этап или правда мы здесь и не жили даже сейчас в крови осталось вот это воспоминание о райских садах вот и вот женщины которых бывает что не то что дней до пенсии до пенсии или до зарплаты не хватает вообще чуть ли не проголос живут а сады садят садят городах вот эти вот пятиэтажки девятиэтажки вот хрущевки а возле них вот эти клочки земли из такие чудесные цветы они садик никто не заставляет им никто не платит это не домовые эти самые нигде жеки не живу вот это все сами люди это страсть и тогда я должен начать свою лекцию в каких слов вот в райском саду и были яблони вот дальше я был тоже получал по морде когда я сказал что культурные яблони не только яблони любые культурные плодовые растения появились раньше человека а так как это невозможно атеизм запрещает думать так даже думать и то что доказывать то просто пришлось это фактически утаивать от людей получил взял увидел дикую яблоньку перенес свой сад и вот она чуть культурные от нее пошли еще чуть культурные и по такой обещание всем человечеством занимались селекции все было не так добыли сады но переносили с это в тайги из леса из леса степей переносили культурные растения садили сады строили дома потом приходили чингисханы наполеоны палачи предатели народов которых считают выдающимися деятелями выдающимися полководцами выдающимися политическими деятелями основателями государства эти основатели государства сжигали уничтожали все что создано было людьми в том числе и при садебные сады пускали на дрова так вот нечего мол вот и тогда шли века и пришли бы сейчас и сейчас существует к сожалению очень зверская очень очень зверская технология сейчас я буду такими маленькими сериями заинтересовал вот смотрите что происходит это сибирь но это благодатный край вот посмотрите туда видите вот мы сейчас пойдем туда смотрите вот это вот красоту видите последний прикупленный за полмиллиона так прикуплено было картофельное поле теперь давайте например раз я упомянул звериную технологию я не могу не подойти вот сюда и так кандиль белоснежный вот они вот пробовать мы их не будем сало как сало че его пробовать так вот он видите ладно ну че говорить вкус разве можно объяснить словами вот они яблочки а самое интересное про него практически ничего не знаю этот саженец добыл сергей привил не саженец а веточку сейчас их вот сколько веточек и мы его убьем потому что нам нужны черенки смотрите годом раньше были годом раньше были отрезаны вот эти два три черенка вот видите видите смотрите здесь где не отрезана нет ни одной даже сухого листика смотрите 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 видите видите а это отрезана и мы имеем внимание ну отрезано ну что это принято во многих инструкциях полагается вообще все ветки отрезать какие полностью на концу какие частично но все и вот единственно отрезано смотрите внимательно мертвая 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 вот до сюда видели вот сюда пошел мороз вот это вот не знают те кто переписывает южные книги вот вырывает оттуда цитаты и уничтожают сады вот вот это будет первая серия вот разверина технологии про то что так легко загубить даже самые надежные казалось бы яблони уж кто 40 градусов выдерживает выдерживает если их не калечит не может не пойти мороз сюда не может почему они об этом не знают итак первая серия а дальше я расскажу про несколько самых лучших в мире сортов яблони